Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эй, ты кто такой вообще? Не, на спецслужбы ты не похож. С мозгами у вас беда, ребята. Слил я вам какую-то дызу, вы и поскакали довольны. Да кто вы вообще такие? Уголовники с большой дороги. Шваль мелкая за три рубля пучок в базарный день. Не пора ли тебе заткнуться? Это я купил за твари. Скажите, вы не помните, я что-нибудь вам говорил? Может быть, имена, даты, места? Нет, вы мне просто соврали. Сказали, что Миша уехал после вашей поездки в Грузию. Поработать там, в институте. Не забрав вещей, не предупредив меня. Не сказав вокруг никому ни слова. Еще полиция проверила ваши слова. Миша не пересекал границы. Он остался где-то здесь. Хотя и полиция сама тоже потерялась в догадках, где его искать. После вашего приезда и его исчезновения. Я сама звонила в Питер на его место работы. Но он там не появлялся. Пыталась найти его родных. Я ничего не обнаружила. Я звонила в Москву, откуда Миша был родом. Но ничего не нашла. Ни домашнего адреса, ни телефона, ни данных о родных и близких. Или даже просто друзьях. И самое главное, что выяснила полиция, Миши вообще не существовало. Такого человека не было. Его документы были поддельными. Он появился неоткуда, так же, как и вы. Кто вы? Кто вы оба такие? Почему вы мне врали? Почему мне врал Миша? Успокойтесь. Успокойтесь. Мы и вам поможем, но и вы. Помогите мне. Как? Ну, попытайтесь хотя бы вспомнить, как называются эти пещеры. Полиция выяснила, что вы были в солиных пещерах. Есть здесь такое туристическое место. И еще вот вы сейчас так посмотрели, как будто пытались увидеть у себя что-то внутри. Один раз я видела точно такое же выражение на лице у Миши. Мы случайно столкнулись с ним на улице. Он разговаривал с какой-то молодой женщиной. Не местной. А когда я спросила, кто это он, вот так же, как и вы, пытался что-то вспомнить. В тот день у него началась мигрень, и она не покидала его до самого последнего момента, когда я его видела. АПЛОДИСМЕНТSun for Скажите, а вы не помните, какие книги вы мне тогда давали? Конечно помню. Все то, что касалось древнеримского божества Януса. Янус. При чем тут Янус? Вот список книг, которые вы брали. Я его записала сразу после того, как исчез Миша. А вот эту книгу вы попросили отложить для профессора Бахчиняна. Он ее забрал и, по-моему, до сих пор не вернул. Полиция, Леш. Уходим. Спасибо вам большое. Я вас найду. Пошли, пошли быстрее. Здесь есть другой выход. Пойдемте. Сюда. Где здесь у вас группа Еремина заседает? Двадцать первый кабинет. Спорим, ты на него ни одной зацепки не найдешь? Двадцать первый кабинет. Я не знаю. Его не знаю. Их тоже не знаешь? Я все сказал. Только не трогайте лебенка! Двадцать первый кабинет. Эй! Туристы! Туристы! Фото! 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 Глаза! У него те же глаза! Что он хочет? Те же глаза! Те же глаза! Тихо! Глаза! На! Держи! Нам в пещеру надо! Нельзя! В пещеру нельзя! Не пущу, сказал! Не пущу! Нельзя! Нельзя туда! В пещеру надо! Миха! 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 Вообще-то, такого никогда не бывало. Да вы не обижайтесь. Он безобидный. Он раньше был фотографом. И когда видит туристов, он их всех фотографирует. А вот денег он не берет. Скажите, а пещера туда? Да, вот. Вот за этой горой пещера. Вы будьте поаккуратнее, потому что там очень темно. Слушай, Еремин, я честно скажу, что ты мне сразу не понравился. Но мы ведь не девочки, чтобы друг другу нравиться. Правильно? Ты мне одно скажи. Ты действительно хочешь это дело раскопать, или тебе просто отписаться надо? Ну, если бы я не хотел, мы бы не беседовали. Так давай-ка работаем вместе. Это дело непростое. Увидишь, поворотов будет много. Согласен. Согласен. Да. Тут этот твой дружок, которого ты сюда довез. Что с ним? Плохо у него со здоровьем. Что случилось? В камере повисился. Так. Ты допросить-то его успел? Ты хочешь сказать, задать вопросы? Успел. Ответов ноль. И ты был прав. Зацепок тоже ноль. Значит, дальше будет еще веселее. Что мы здесь ищем, Леша? То, что искали здесь Михаил с Романом. А ты уверен, что они здесь были? Я не уверен. Кать, что тебе известно про Януса? Ну что, он двуликий. Пожалуй, все. Немного. Его двуличность только на русском языке плохо звучит. На самом деле у него было два лица. Интересно, что бы это значило? А ты не думаешь, что это просто бред маньяка, который убил ту девушку? Нет, не думаю. Неужели у меня есть двойник? Брак-близнец? А когда подаю вспомнить, начинаются эти головные боли. Я ничего не помню. Ты же врач, психиатр. Что это может быть? Предположить можно все, что угодно, Леша. Тебя надо лечить, и в процессе лечения все станет понятно. А пока я могу сказать только одно, ты не убийца. Ну, я это уже раньше говорила. За всем этим что-то стоит. Да уж, зачем я тебя втянула во все это? Ну, не, ты втянул, я втянулась. Хотела, настоящую жизнь и получила. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу арендовать машину. Ты уверен, что сюда? Сейчас посмотрим. Полковник Ерёвин, у вас 15 минут на передачу всех материалов по делу в убийствах в Сочи и Новороссийске. Сдать надо все. Подчеркиваю, все. Отзовите всех своих людей с территории. Ваши полномочия прекращены. Напишите подробно всю информацию, неотраженную в документах. Завтра утром отчет должен быть у меня. Вопросы есть? А вы кто такой? Отчитываться не входит в мои обязанности. Свяжитесь со своим руководством, вам все объяснят. Руки убери. Сдай бумаги. Ты плохо слышал? Здравия желаю, Геннадий Леонид. Что тут? Да. Так точно. Слушаюсь. Все, сдаем и уходим. Немедленно. Так-то лучше. Тихо. Куда ты нас ведешь? Слушай, ты меня помнишь, а? Тихо. Все в порядке? Нормально? Да. Пошли. Пошли. Леша. Леша, очнись. Леша, ты жив, Леша? Леша! Ты цела? Да. Что здесь было? Одного убила я, а второго, кажется, убила ты. Эй, почему ты нас предупредил? Ты меня помнишь? Почему ты нас спас? Черт! Старина, 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 держись! Послушай, со мной давно был человек, Михаил. Где он, а? Ты помнишь, где он? Он здесь. Кто? Твой друг. Он здесь. Где здесь? В стене? Вы пришли. Потом ты ушел. А я его спрятал. Спрятал? Навсегда спрятал. Куда спрятал? Все. А вместе с ним приходила я, значит, я и убийца. Думать будешь потом, сейчас надо бежать. Откуда бежать, а? Чтобы знать, что я еще кого-то убил. Леша, очнись. Нельзя сдаваться просто так, слышишь? Иначе зачем я шла за тобой все это время? Слышишь меня? Поэтому твоему знакомому сразу видно, с кем мы имеем дело. Ни одной зацепки, ни в одной базе. Думаешь, из конторы? Вопрос, из какой? Ну, они там сами друг друга не знают. На кого он работал? Может, он нелегал? Может, он взял какой-то левый заказ? А может, вообще не ведал, что творил, что часто бывает? Ну, я тебе скажу такую вещь. На допросе я понял одно. Этот человек знал, что его вытащат. И не сильно волновался. Такой силык вряд ли бы повесился. Думаешь, они решились в ГУВД это чужими руками сделать? А почему бы и нет? Ты видел, как они у нас за пять минут все отобрали? Что вообще ничего не осталось? Ничего не осталось. Пусть они так думают. У меня там за углом машина стоит. Я когда вчера все понял, я туда все копии скинул. Полковник, ваш автомобиль плохо припаркован. Еще раз пойму, что решили шутки шутить, уйдете отсюда с сержантом. Еще документы где-нибудь есть? И мой совет, полковник. Поезжайте домой и забудьте обо всем. Теперь у нас ничего не осталось. Не спеши. Есть еще зацепка. Забери фотоаппарат. Они не хотели нас убивать. Иначе применили бы оружие. А зачем я им был нужен, а? И этот мог убить меня много раз в Сочи или в Новороссийске. А убил Олега и ранил Кирилла. А в Сочи этого Женя его оперов. Такое ощущение, что он не хотел, что я попал в руки полицейским. Хватит рассуждать. Надо бежать. Машину. Дай-ка. Ну что там? Ничего. Просто фотографии людей. Скоро память закончится. Что ты увидел? Кто это? Это девушка. Та самая убитая. В квартире Насти в Новороссийске. Значит, она меня знала. И я ее знал. А этот парень, видимо, Михаил. Значит, мы точно здесь были. Снимок как раз датирован 8 месяцев назад. Странно. У него фотографии за последний месяц. А этот снимок он не стер. Почему? Потому что один из этих людей погиб? Почему я ничего не помню? Почему? Почему? Держись. Я нашел его. Убей. Леш, быстрее. Я прошу тебя, быстрее. Леш, мы умрем. Леш, мы умрем. Леш, мы умрем. Леш, мы умрем. Леш, быстрее. Пригнись. Вниз, опустись. Вниз. Руль. Руль, держи. Держу. См height. Руль. Что? Леш, не везли. А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! Продолжение следует... Идем. Идем. Добрый вечер. Извините, что так поздно. Это вы, профессор Бахчинян? Скорее, доброй ночи. Да, это я. Мой вопрос может показаться вам странным. Вы меня не знаете. Пройдемте. Может, пройдемте? Спасибо. Спасибо. Это по поводу того, знаю ли я вас. Вы здесь очень популярны. Чай хотите? Я все понял. Вы голодны. Сейчас все организуем. Идите. Хорошо. Михаил мне много рассказывал о вас. А что он говорил? Если точно, то много, но ничего конкретного. Я очень удивился, когда мне прислали книгу от вас. Мне было очень странно. Я до сих пор храню эту книгу. А что было странно, профессор? Странно был сам Михаил. Он очень много знал. Он был как ходячая энциклопедия, но никогда не был ученым. А почему вы так решили? За свою длинную жизнь я повидал много студентов, я уже не говорю о коллегах. И только единицы хотят стать учеными. Михаил не относился ни к тем, ни к другим. Поверьте. У него был другой ум. Другой склад ума. Он мог быть стратегом, бизнесменом, военным, даже хирургом. Но он не мог заниматься мифологией. Его интересовал Янус. Вы обсуждали с ним Януса? У меня ощущение, что мы даже знали цвет подкладки его плаща. Идем, я покажу эту книгу. Почему она помогает? Можно лучше уйти? Милая моя. Да, я стар, но не глух. Я все слышу. Поэтому не волнуйтесь. Я вас не сдам. Но то, что у вас происходит, меня действительно волнует. Так что я буду с вами, пока не закроется занавес. Это божество, явно недооцененное в древнеримском пантеоне. Ведь он никто иной, как владыка хаоса. Из него он родился, привел в порядок, создал современный мир, в таком виде уже преподнес властителям Олимпа. Что бы они делали, не будь этого бога с двумя ликами. Леш, тебе плохо? Нормально. Тебе лекарства нужно. Все нормально. Подожди, подожди. Не надо духариться так. Если нужно лекарства, запишите, я привезу вам. Давайте. Хорошо. Хорошо. Сейчас привезу. Сядь, пожалуйста. Зачем он оставил ее профессору? Кто? Ну, он, Роман. Ну, я, то есть. Что он хотел им сказать, а? Леш, отсюда надо уходить. Сейчас полиция может находиться. Куда уходить, Кать? Я потерялся, ты понимаешь? Я потерялся. И от кого мне бежать? От полиции? От киллеров? Убийц? Смысл? Если я сам себя боюсь, я должен разобраться. Я должен. Катя, я тебе очень благодарен, но ты можешь идти. Я должен докопаться до сути. Кто-то ещё, pumяк ушел. Уелян Сысл? Бог? Ура, Valve nombre! Бог! А-па! Ну-ка! С-с-с-с. Продолжение следует... 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 теперь он стал совсем другим человеком прежнего уборщика как будто не было это был абсолютно новый полноценный человек с новой историей жизни который ничего не помнил из своей прежней жизни и кем же он стал вы знаете даже я вспоминаю эту историю если я не ошибаюсь он стал профессиональным фотографом маски что вы сказали его его звали вас ген таких подробностей а не помню но соседка обещала отыскать материал и кстати обещала восстановить имя того ученого а знаете что с ним стало его работу закрыли на самом деле и посадили на очень долгий срок за что за опыты над личностью что-то в его действиях было не гуманным и незаконным по крайней мере тогда это так оценили что с тобой все порядке и все таки все хорошо просто просто я устала и наверное ужасно выгляжу ты выглядишь прекрасно я поняла что что нравлюсь тебе и как по косвенным признакам извини это мои ключи из дома никуда это телефон моего внука в случае чего позвоните а я завтра за вами приеду спасибо спасибо до свидания ну что ничего а у тебя то же самое Субтитры делал DimaTorzok За это дадут минимальный срок Покажи Ранений нам еще не хватало Спасибо большое Я всегда была неуклюжа до наших делах Мама за тебя все делала, да? Нет, мама рано ушла из жизни Тогда ты должна быть Тем более самостоятельной Ну видно не в характере Прошу Спасибо Отойди А ты нас еще взорвешь Спасибо Субтитры делал DimaTorzok Да, хотел спросить тебя. Да. Ты одна? Я же говорю. Папа тоже недавно ушел из жизни. Ну, вообще-то я тебя не об этом хотел спросить. У тебя есть кто-нибудь? Ну, судя по тому, что меня никто не ищет, ты должен был догадаться, что нет. И потом. Будь у меня кто-нибудь, разве я поехала за каким-то сумасшедшим подозреваемым целой кучей серийных убийств? Да. Ух-х-х. Ух-х. 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 Там немного еды и одежда. Спасибо большое. Весь город перевернули. Вас ищут. За вами не следили? Следили, но я оторвался. Я думаю, пройти через границу будет нереально. Тем более с вашими документами. Что будем делать? Пока не знаем. Я думаю, надо всем успокоиться. Кстати, моя соседка раскопала материалы про этого ученого. Его звали Рапопорт Константин Леонидович. Он был осужден на 8 лет в Советском Союзе. Вышел на свободу в 96-м году. След его пропал. Найти концы будет непросто. Ну, ладно. Вы тут разберитесь, а я уеду. Я вас провожу. Хорошо. Ну что, отсидимся здесь? Это самое дурацкое, что мы можем придумать. Если мы хотим победить, мы должны действовать быстрее наших врагов. Значит так, Роман, то есть я, перебрался сюда, прилетел из Москвы по этому паспорту. Ну, Алексея перевели из столицы в Новороссийск, ну, по линиям ВД. И Михаил переехал в Питер оттуда же. Телефон московского региона. Сейчас посмотрим, найдется ли мой след в этом большом городе. Ты уверен? Я уже четыре дня как ни в чем не уверен. Да. Здравствуйте. Скажите, а с кем я говорю? Алло. Алло. Эй, скажи еще что-нибудь. Вы меня узнали? Сергей, это ты? Возможно. А с кем я говорю? Скотина, тварь! Откуда ты мне звонишь? Где ты? Спокойно, спокойно. Это ты мне говоришь спокойней, козел. Да я тебя поймаю, яйца отрежу. Куда ты пропал? Где мои деньги? Какие деньги? Те, которые ты у меня украл, козел. Да я тебя найду на сто частей порублю. Где ты? Так, давай во всем разберемся. Как я понял, меня зовут Сергей. А тебя как зовут? Послушай, ты, козел, ты не помнишь имя человека, которому ты должен? Миллион евро? Так, это уже интересно. Значит, Сергей должен миллион евро. И все-таки, как тебя зовут? Мирза. Мирза меня зовут, скотина. Мирза. Ты лучше скажи, где ты, откуда ты звонишь, пока я не разозлился. Так, послушай, Мирза, я тебя не помню. И не факт, что я тебя знаю. Как я понял, мой голос тебе кого-то напоминает. Человека, который должен тебе миллион евро? Вот именно. Теперь слушай меня. У тебя большие проблемы, Мирза. Хочешь меня увидеть? Организуемый приезд в Москву. Там мы с тобой во всем разберемся. Я что-то не понял. Ты украл мои деньги. Меня подставил. И сейчас звонишь мне через год, чтобы я тебе помог доехать до Москвы. Чтобы в чем-то разобраться. Абсолютно точно. Добраться до меня ты без моего желания не сможешь. Так что давай. Помоги мне выбраться отсюда. Подумай, перезвони мне по этому телефону. Через 10 минут я его выключу навсегда. Кто это? Бандюга какой-то. Утверждает, что какой-то Сергей должен ему миллион евро. И вроде как по голосу этот Сергей похож на меня. Что будем делать? Ждать будем. Сейчас перезвонит. Да. Ты, я тебя вытащу. Где ты? В Армении. Через пару дней тебе позвонят. Подожди. Есть одно условие. Условие? Да. Я буду не один. Со мной будет девушка. Давайте. Девушка. Это уже интересно. Берите фанай. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова